Всем хоба, с вами Вова. Бенди and the Dark Marvel скоро выйдет. Ну а я пока сделаю теорию про Бенди and the Ink Machine. Короче, Бенди 2. Теперь доказательства. Короче, помню, когда-то, наверное, с выходом 4 главы, теоретики говорили и обсуждали, что типа в 1, 2, 3 и 5 главах был 1 Бенди, а в 4 главе был другой Бенди, не тот, который был в 1, 2, 3 и 5 главах. И я не шучу, это всерьёз обсуждали. И эта теория зародилась у мамкиных теоретиков из-за битвы прожекториста и Бенди, в которой Бенди заметил нас в шкафу, но не убил нас. Всё это очень странно. Хотя, что тут странного, если вы смотрели мою предыдущую 29-ю теорию про Бенди, ну вообще теорию 29-ю, то вы знаете, что Бенди Гендри был нужен для культа, для того, чтобы стать зверским Бенди, и поэтому он его не убивал в 4 главе. И даже когда я проверк эту теорию, всё равно Бенди в игре Бенди and the Ink Machine двое. И знаете, где находится второй Бенди? Наверное, не знаете. Короче, игрок является вторым Бенди. Да, кстати, чуть не забыл сказать, так как это юбилейная трясатая теория на моём канале, то она будет атмосферной. Да, я должен был это сказать в начале видео. Да-да, это так. Гендри стал добрым Бенди, начиная со второй главы. До второй главы он был человеком. Но как только в конце первой главы он встал на оккультический круг, то он начал, начиная со второй главы, постепенно превращаться в Бенди. Надеюсь, вам понравилась моя теория. Если это так, то поддержи меня лайком и подпиской на мой канал. До новых встреч. Субтитры создавал DimaTorzok